Сегодня отсутствие председателя и плевок, который в принципе мы будем иметь от организации, которую финансируем больше всех, в принципе характеризует то, что все развивается в рамках разработанной США и сегодня реализуемой стратегии управляемого хаоса. Совсем недавно стабильные во всех отношениях законные режимы Туниса, Ливии, Египта были сметлены в считанные месяцы. Лихорадит Евросоюз, истекает кровью Сирия, Ирак, Афганистан. Серьезно осложнились отношения Китая и Японии. Прошли многочисленные митинги протеста после проведенных, как всегда, серьезными нарушениями выборов Госдумы президентов Российской Федерации. Напомню, перед этим мы получили в послы впервые за все время российско-американских отношений не карьерного дипломата, а профессионального пиарщика, организатора цветных революций Макфола. Что же состоит в основе его деятельности при подготовке и проведении этих самых цветных революций? Прежде всего, наличие очевидной коррупции госаппарата, правоохранителей, необъективной судей, помноженная на нечестность выборов, которые являются ключевым звеном в реализации этих политических технологий. Так как именно в этот период общенациональных выборов происходит наивысшая политизация значительной и наиболее активной части общества, которая при наличии политической сетевой структуры, финансовых и информационных ресурсов способна свергать любую власть. Казалось бы, увидев опасность своему существованию, что бы должна сделать власть для самосохранения? Первое. Перейти от многолетних бесплодных разговоров о борьбе с разъедающей страну коррупцией к реализации конкретных мер по оскоренению этого зла. Мы же сегодня видим, даже на примере сегодняшнего дня, что депутат, если верить заявлению Жаркова и информации СМИ, задержанного вместе с двумя помощниками, при обстоятельствах весьма похожих на получение взятки, выдвигает на серьезный думский пост. И хотя, заметьте, произошло это в мае, ни Следственный комитет, ни прокуратура генеральная, никакого служебного рвения по данным обстоятельствам не проявили. А в июле вышли с чисто политическим надуманным вопросом в отношении депутата-коммуниста Бессонова. И не имея никаких доказательств и свидетелей, кроме взаимоподчиненных полицейских, протянув почти три месяца, сегодня уже второй за это время следователь СК проводит восьмичасовые допросы Бессоновой по очередному кругу многочисленных свидетелей защиты. Второе. Срочно необходимо наводить порядок в экономической жизни и принимать реорганизующий офшорный характер нашей экономики в нормальной. Жизненно необходимо для страны восстановление независимой банковской системы, отказавшись от статуса филиала ФРС США, безнаказанно вывозящего колоссальные финансовые ресурсы и недофинансируя собственную экономику. Об этом, кстати, уже публично в эфире говорят и депутаты отправящей партии. Вместо этого страну с неподготовленной экономикой маниакально втянули в ВТО, с вполне предсказуемыми последствиями, дающими, кстати, Макфолу и компании дополнительные рычаги для воздействия на Россию, при этом не внося обещанных мер защиты, о чем говорит несенное сегодня опять же от Единой России постановление Госдумы. Третье. Необходимо срочное принятие пакета законов, нормализующих избирательный процесс, а также принятие законов о гарантиях оппозиционной деятельности и налаживании реальной политической конкуренции идей программ и команд. А вместо этого законы о митингах, о так называемых выборах губернаторов и повсеместное циничное выдавливание с применением преследований и ограничений мэров и глав администраций городов, избранных при поддержке КПРФ и других партий. Всем памятное, показанное на всю страну, заламывание рук и потом, как выяснилось, незаконный арест председателя Краснодарской городской думы, над которым измывались три года, потом, извинившись, отпустили. Отстранение должности по фабрикованным обстоятельствам мэра Краснодара Приза, мэра Апатит Антропова, главы администрации сельского поселения Териберка, легендарного капитана Валерия Яранцева, фактически спасшего нескольких населенных пунктов от вымерзания зимой, но неугодного владельца ныне похороненного месторождения Штокман, главы администрации Братской Иркутской области Серова, главы администрации Кашарского района Ратиева, кстати, выдвинутого ЛДПР, незаконное преследование по странной статье «Разжигание мезнациональной вражды» при отсутствии, заметьте, в паспорте графы «Национальность» коммуниста, заместителя главы администрации города Новочеркасска, отца семерых детей, двое из которых приемная, Журавлева, причем, отстранив два года назад по надуманным обстоятельствам и лишив средств существования многодетную семью, до настоящего времени не представлены ни свидетели, ни факты, о которых говорится в следствии, но продолжают издеваться над этой многодетной семьей. После длительного, в течение двух с половиной лет, необоснованного притеснения со стороны московского правительства Ростовской области, всенародно избранного мэра Новочеркасска, кстати, города-донора, находящегося по всем показателям социально-экономического развития в тройке городов Ростовской области, доведен до больничной койки с серьезным диагнозом и вынужден написать заявление Анатолий Кондратенко. Хотя правоохранительные органы, суд, прокуратура, администрация Ростовской области не предприняли, не предпринимают никаких мер в отношении учредителей управляющих компаний, собравших не только у нас, по всей стране, громадные ресурсы и не рассчитавшиеся с энергоснабжающими организациями. Вероятно, кто-то имеет прямой интерес. Продолжаются попытки незаконного отстранения от должности главы администрации Аближского района Александра Золотовского, причем непонятна позиция областного суда, который в нарушении положений 131-го закона принимает непонятные, немотивированные решения. Вопиющая ситуация правового нигилизма складывается сегодня в городе Бийске Алтайского края, где еще 4 апреля 2010 года выиграл коммунист Ногайцев. Решение о его победе подтвердил Верховный суд. Но субъект, которым главой является бывший кадровый прокурорский работник, игнорирует решение Верховного суда. Какой же правопорядок мы с вами собираемся устанавливать? Надо признать, что Государственная Дума почему-то злому умыслу или без него своей деятельностью способствует развитию центробежных тенденций в нашем обществе. Новые репрессивные законы развязали руки судебным властям, следствию, прокуратуре и чиновникам всех уровней. Сегодня мы заседаем в парламенте, который впервые в истории мирового парламентаризма публично пытается послать по неприличному адресу. Работа Госдумы в значительной части населения вызывает насмешки и злую критику. Протестующие граждане почувствовали на себе все более жестокие методы работы полиции, прежде всего ОМОНа, этой главной опоры нынешней власти. Наши люди, имеющие возможности наблюдать поведение британской полиции во время демонстрации, поражены немотивированной жестокостью, с которой расправляются российские полицейские со своими соотечественниками на улицах городов России. Подразделения, аналогичные ОМОНу, за рубежом отсутствуют. За поддержание общественного порядка там отвечают обычные полицейские формирования. Отряды же специального назначения имеются только для борьбы с вооруженным терроризмом и этнической преступностью. Обстановка на Северном Кавказе сегодня сложная и направлена на раскол России. А ОМОН, вместо того, чтобы локализовывать ситуацию там, занимается избиением граждан, а на Кавказ посланы. Принудительно подписал контракт молодые солдаты-срочники, которые топчут там минные поля и занимаются несвойственной работой, так как у нас не объявлена контртеррористическая операция или чрезвычайная ситуация. Кроме того, странные обстоятельства. У нас в ВВД генерал, в МЧС генерал, в ССО генерал, а в Министерстве обороны гражданский человек продолжает добивать армию. И последнее. Нарастанию противостояния в обществе способствует политика властей-продержащих. В обуздании уличного протеста ставка сделана на силу, и этот подход реализуется на практике, в том числе в опасных формах. Так, для разгона местных жителей, выступающих против вырубки ЦАГовского леса, были применены мигранты, что разжигает межнациональные отношения. Кроме того, ОМОН из других регионов привозят для разгона местных жителей, что также не способствует единению. Перечисленное можно было бы продолжить, но смысл заключается в том, что мы или сообща осознаем опасность, нависшую над нашей страной, и начнем совместное возрождение, принимая и вводя в действие нужные стране и ее народу законы, или станем стенка на стенку и будем выполнять решения Макфола и кампании по разрушению страны. Надеюсь, что мы с вами здравые люди. Спасибо.